Татарстан Президентское послесловие Президент Республики Татарстан с пониманием относится к эмоциональным выступлениям депутатов Как Рустам Мениханов отреагировал на сессию в госсовете и языковой вопрос узнал Дмитрий Иринин Каждому мусору свое место Нужно строить цепочку сбора, сортировки, переработки Когда переработка мусора может стать полезной и выгодной С подробностями Альбина Мимбаева Под землей заработает система распознавания лет Это и определенный рисунок фона, это и подавление радиации, это и подавление радиоволн Какие еще новшества готовит Казанская метро к чемпионату мира узнал Слава Мадурян Тукай, солнце татарской поэзии Однажды, взойдя над землей, не зайдет уже никогда Сегодня исполнилось 132 года со дня рождения нашего великого поэта Этим утром к его памятнику в самом сердце Казани цветы несли татарстанцы и гости Одним из первых приехал президент К нему присоединились руководители его аппарата Азгат Сафаров Глава парламента Фарид Мухаммедшин, мэр Ильсур Медшин и многие другие День рождения Габадулы Тукая в нашей республике это и день родного языка В день рождения татарского классика награды его имени Премию Тукаю, одному из самых престижных в области литературы и искусства в республике Сегодня вручил президент Лауреат этого года татарский писатель Камиль Каримов, художник Михаил Кузнецов И творческая группа компании ТАТСЕЛЕКОМ Что их объединяет и как они шли к награде, расскажет Лина Зинатулина Первым награду сегодня получает писатель Камиль Каримов за книгу повести и рассказов Черная кошка в дремучем лесу и романы со звездия близнецов Самобытного автора любят за особый язык, то ироничный, то игриво задумчивый И не только на бумаге Камиль Каримов на сцене как сатирик Вот и о премии говорит с юмором Вот сейчас будешь, допустим, одновременно можно начинать две вещи Ну, роман одновременно, может два романа, два сужита Действительно думаешь, нет, вот это я не буду писать уже, потому что я сейчас лауреат ТУКАЯ Значит, я должен вот это продолжать Кузнецову Михаилу Ивановичу за серию работ белые холсты, народы положья Над белыми холстами художник Михаил Кузнецов не перестает работать В цикле татарские узоры, марийские мотивы, удмуртские напевы, национальные традиции родного края Неиссякаемое вдохновение, а премия стимул работать еще усерднее Даже вот идя сюда, я еще пораньше пришел в мастерскую и поработал Творческую группу компании ТАЦ Телеком тоже отметили одной из самых престижных премий Татарстана За развитие национальной культуры Литературный парк ТУКАЯ, музей Марджанит, Уфана Минулина, мемориалы Восстановление церкви в деревне Хатня, там же Малельный дом Все их социальные проекты сложно перечислить В начале года, во время своего визита в Казань, Владимир Путин, услышав об их меценатстве, пообщался лично Для них самих премия «Путь к новым добрым делам» Половину премии мы планируем строительство музеев Литературный парк ТУКАЯ Казани передать И половину детский дом сиротам, потому что Литературный парк ТУКАЯ тоже был сиротой ТУКАЯ татар называют своим солнцем, от которого тепло и через 132 года Премия его имени – высшая награда тем, кто хранит и развивает родную культуру и язык А этот вопрос сейчас как никогда актуален Вопросы родного языка нас очень волнуют Каждый год по миру национальности теряют свой родной язык, к сожалению И в нашей стране есть люди, которые в языковом вопросе мыслят иначе Вчера прошло свидание Государственного совета Говорить на эту тему нужно Если не мы сами сохраним наш язык, кому он нужен? Он нужен нам Мы должны сохранить и родной язык, и культуру, наследие, которое передавалось из поколения в поколение Премии имени Габдулы ТУКАЯ уже больше полувека За 60-летнюю историю награды ее обладателями стали больше 200 деятелей литературы и искусства И даже целый коллектив – государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан Лина Зинатольевна, Марат Сидгараев, ТНВ, Казань Они читали ТУКАЯ на разных языках Сегодня необычный ролик на своей странице в Инстаграм разместил президент Этот ролик уже посмотрели более 26 тысяч человек Давайте посмотрим Что еще на свете знал я? Что сумел я уберечь? Стихи Великого ТУКАЯ сегодня читают Во многих регионах России Дома и на улице, в музеях и школах Литературные акции, поэтические встречи Вся палитра праздника в нашем обзоре Москва чтит Великого ТУКАЯ Несмотря на дождь, к памятнику в Замоскворечье пришли десятки московских татар Цветы, стихи и атмосфера праздника Традиции маневерны каждый год Стихи татарского поэта и песни звучали и в Казанском метрополитене Одна из танций носит его имя На стенах иллюстрации из его сказок А на платформе – чтецы артиста Тинчуринского театра В честь дня рождения ТУКАЯ открыли для посетителей Палату в Клячкинской больнице Теперь это Министерство здравоохранения Здесь ТУКАЯ лечился от туберкулеза И здесь он ушел из жизни, не дожив до своего 27-летия Стихи и проза в самом центре столицы Звучат они на разных языках Читают ТУКАЯ и Стар и Млад И Туантель, Шурале, Водяная, Родная деревня ТУКАЯ в сердце народа Посвящают строки и ему самому Великий сын татарского народа Родил сон, когда была весна Прекрасным светлым днем сияло солнце Природа пробуждалась ото сна Мин татарща силия шам Это уже кульминация дня родного языка Здесь ежегодно объявляют обладателя антипремия Тяжело с татарским Седьмая по счету досталась Министерству экологии и природных ресурсов Как посчитали организаторы Такой наградой ведомства удостоилась За игнорирование просьбы населения Установить таблички с указателями на татарском языке На обновленных набережных И традиционный вечер завершается концертом Так совпало, что сегодня Открылось отремонтированное здание Казанского татарского тюза Он сейчас располагается в Доме офицеров Театр сегодня посетил Рустам Миниханов Он побывал в гримерках, в костюмерной Осмотрел зал репетиции Зашел в основной на сцене В это время шел спектакль «Актер» Пьесу написал Кориев, друг Тукая Рустам Миниханов отметил важность Театров в культурной жизни республики Пожелал актерам новых творческих находок И благодарных зрителей Новые условия артистов удивили Для театра, который за последние несколько лет Вел кочующий образ жизни Это большой праздник Вот только сейчас понимаем Что мы начали работать в нормальных условиях В творческих условиях Все условия для наших артистов Созданы, великолепные здания Светлые гримерки, теплые гримерки Представляете? И сцена оснащена Ну, скажем Ну, последними аппаратурами И аудио, и световой аппаратурой Ну, такой мы не видели никогда Рустам Миниханов с пониманием Отнесся к обращению депутатов Госсовета к руководству Госдумы По языковому вопросу Сегодня официальный представитель Казанского Кремля Лилия Галимова Обозначила позицию власти республики Какая она, расскажет Дмитрий Аринин В данном вопросе Мы выступаем исключительно На защите межнационального согласия В Российской Федерации И самой сути федеративного устройства нашей страны Тема преподавания государственных языков И всплывший законопроект По заявлению официального представителя Кремля Взволновала не только татарстанцев Но и жителей других регионов Солидарное татарстанное беспокойство Выразили в Чувашии, Якутии, Мариел, Башкирии И ряде кавказских республик Президент республики Татарстан С пониманием относится к эмоциональным выступлениям депутатов Которые проявили инициативу накануне И подняли этот вопрос на сессии Государственного совета Он убежден, что вопросы, касающиеся интересов наций Национальностей, народов Российской Федерации Требуют тщательного взвешенного решения И только после проведения широчайших обсуждений В первую очередь с теми, кого этот вопрос касается И в этой связи, как отметила Лилия Галимова Неуместны заявления некоторых горячих голов Которые пытаются увязать сохранение родных языков С мнимым татарстанским сепаратизмом Этот вопрос касается не только татар Поэтому не стоит паразитировать на том, что реально волнует людей А право на изучение родного языка Никакого отношения к сепаратизму не имеет На брифинге подчеркнули На думский законопроект дали отрицательный отзыв И в Совете по правам человека при президенте России Инициатива, это цитата Подрывает межнациональный мир Ставит под удар сохранение языков народов России Снижает уровень гарантии конституционного права На пользование родными языками Я хочу еще раз подчеркнуть, что Такое резюме, изучив инициативу Вынес именно Совет по правам человека При президенте Российской Федерации В ответ же наупрек в адрес президента Татарстана Что ему следует принимать более деятельное участие в языковом вопросе Рассказали, что Рустам Мениханов уже давно идет в работу Просто она не всегда публично С представителями администрации президента Российской Федерации В том числе и с представителями министерства образования То есть такая работа в диалоговом формате Кабинет на президентном ведется уже достаточно давно То есть все на стадии переговорного процесса У него есть контакты, он ведет встречи И обсуждает этот вопрос Подытоживая сообщили, в республике рассчитывают на понимание И конструктивный диалог с федеральным центром Дмитрий Иринин, Марат Зайдулин, ТНВ, Казань Предстоящий чемпионат мира WorldSkills Казань Презентовали в Абудабе Город принял эстафету флага Впервые в истории движения Полотничья путешествует по всем странам Принимавшим у себя чемпионаты по профмастерству В маршруте 20 стран А еще все российские регионы и районы Татарстана В Казань флаг доставят в августе 2019 года Когда в столице Татарстана соберутся лучшие молодые профессионалы со всего мира Вы смотрите новости Татарстана И вот о чем далее Каждому мусору свое место Нужно строить цепочку Сбора, сортировки, переработки Когда переработка мусора может стать полезной и выгодной С подробностями Альбина Минебаева Под землей заработает система распознавания лиц Это и определение рационного фона Это и подавление радиации Это и подавление радиоволн Какие еще новшества готовит Казанская метро К чемпионату мира Узнал Слават Мадурян Во второй половине дня президент республики улетел в Анкару Начался его визит в Турецкую республику Завтра Устам Мениханов примет участие в бизнес-форуме Турция-Татарстан Сегодня запланирована встреча с местными татарами Ускорение научно-технического прогресса Насыщение рынка товарами необходимого качества И быстрое создание новых рабочих мест Такие задачи стоят перед малым и средним бизнесом Какая роль при этом отводится электронным торговым площадкам? Для участия в торгах субъектом МСП Нужно лишь заполнить онлайн заявление И подгрузить сканы необходимых документов Такой подход позволяет получать наилучшие условия По наименьшим ценам Сейчас закупка будет производиться только в электронной форме МСП И только на электронно-торговых площадках Которые соответствуют требованиям федерального закона В соответствии с данным законом Компании, осуществляющие регулируемые виды деятельности Закупают все, начиная от канцелярских принадлежностей Заканчивая материалами и оборудованием для производственных нужд А электронные торговые площадки Расширят географию потенциальных участников Увеличивают их количество Создавая благоприятные условия для конкуренции Это благоприятность скажется на конкуренцию Благоприятность скажется на добросовестность участников При проведении закупочных процедур И в конечном счете может уменьшить коррупционные составляющие Повысить эффективность расходования средств Новые правки призваны сделать покупки еще быстрее и безопаснее Электронная форма обеспечит прозрачность Разделять, сортировать и перерабатывать Подходить к отходам с умом Фарид Мухамедшин накануне сказал Татарстан замусорен до невозможности Проблема экологии на государственном уровне Он призвал прорабатывать вопрос Раздельного сбора мусора уже сегодня О том, как найти грамотный подход к отходам Расскажет Альбина Минебаева Две с половиной тонн пластиковых бутылок ежедневно свозят только в один цех Казани Вот они из-под молока и других напитков Сложно представить, сколько их накапливается в целом по Казани Здесь уже их прессуют, чтобы потом пластику дать новую жизнь Пластиковому бизнесу Богдана Саворова почти два года В 2017-м только усилиями его компании на полигон не попало 4000 кубометров мусора В тоннах это порядка 360 тысяч Даже партнеры-коммунальщики поняли В раздельном сборе есть выгода По словам, сэкономили порядка 15% на расходе, на вывозе ТБУ Мы планируем на 3-5% планировали А здесь вот такой показатель Предприниматель ждет господдержки И, видимо, она не за горами Разделять мусор еще вчера призвал председатель госсовета Уже деньги на это затратить, может быть, из бюджета республики, муниципалитетов Чтобы эти ящики, контейнеры, как в Европе, как в Японии Синего цвета, зеленого цвета, там другого цвета Где написано, куда что складывать Этим надо уже заниматься Если вы видите красную коробку, белую с красной коробкой То, скорее всего, такой картон невозможно перерабатывать Потому что он окрашенный, потому что на нем есть так называемые ламинации В Поволжской экологической компании каждый месяц 350 тонн картона И 15 тонн полиэтилена обретают новую жизнь Но раздельно к мусору подходят только пока торговые сети Чтобы идея дошла до каждой квартиры, постараться должны и коммунальщики В удобном доступе для населения будет расположен дополнительный контейнер Рассчитанный как раз на вторичное сырье И это как раз те самые затраты, которые, в общем, управляющей компанией придется понести К 2025 году на втор сырье планируют отбирать 30% мусора Примерно 10% исключать как опасные Все остальное на захоронение или термическую обработку В специальных условиях, высокой температурной До 1200, даже 1260 градусов будет подниматься температура Что уже будет способствовать разложению всех вредных загрязняющих веществ до элементарных Но перед этим обязательная сортировка, которую жители могут начать уже сегодня На экологии плохая будет То есть, сортировать не будут складывать Альбидо Менебаева, Амир Завюшев, ТНВ, Казань, Лаишевский район Казань плавно переходит в режим чемпионата мира по футболу Сегодня журналистам рассказали, как будет работать столичный метрополитен Заработает система распознавания лиц, появятся взрывозащитные контейнеры Больше станет полицейских Салават Мухаммадуллин о том, как пройдет фейс-контроль Тысячи лиц в один миг С открытием станции Дубравная база МВД сможет подключиться к работе метрополитена Тогда система распознавания лиц заработает впервые в России, именно в метро Пока же действует штатная система безопасности Это и определение радиационного фона, это и подавление радиации, это и подавление радиоволн Там много около 11 наименований, которые мы закупили Они у нас оборонены на всех станциях Второе. К десяткам металлодетекторов, рентгенаппаратов, к чемпионату миру добавится еще столько же Сейчас за безопасностью следят около 100 сотрудников К середине июня их станет в два раза больше Проверить обещают всех без исключения А потому и без очередей не обойтись, признаются сотрудники казанской подземки И просят отнестись с пониманием На каждой станции на всякий случай стоит взрывозащитный контейнер Если полицейские обнаруживают подозрительный предмет, то немедленно помещают его в эту емкость Дальше неизвестное устройство либо взрывается за железным занавесом, либо им занимаются уже спецслужбы Проверять стопроцентно, тем более если у человека есть сумка или пакет, это уже однозначно будем проверять Слава тебе, Господи, это будет лето, под пальто или под шубу ничего не спрячешь Интервал движения электропоездов во время мундиали останется прежним 5,5 минут В день игр часы работы метрополитена продлят до 2 часов ночи Встречать пассажиров будут англоязычные сотрудники Как раз специально для зарубежных гостей в кассах метро появятся и сувенирные жетоны Слават Мухаммадуллин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань Кстати, жители республики могут участвовать в выборе девиза сборной России по футболу Голосования началось в твиттере чемпионата мира На выбор три варианта Всем сердцем и всей страной следуй за мечтой Играй с открытым сердцем и русские медведи движутся к победе Девиз, набравший наибольшее количество голосов, будет украшать автобусы в дни игр Напомним, матчи пройдут в 11 российских городах, в том числе и в Казани О победе Акбарса над ЦСКА у Ивана Урганта Ведущий Первого канала пригласил к себе на шоу вратаря Эмилия Гарипова И пятикратного обладателя Кубка Гагарина Дениса Зарипова В центре, конечно же, сам трофей Хоккеисты и ведущие говорили о традициях, принятых после победы, шутили над байками Ургант попросил также Гарипова поздравить знаменитого хоккеиста Владислава Третьяка С днем рождения на татарском Не могли бы вы поздравить великого вратаря, спортсмена на татарском языке? Да, без проблем Мои коллеги сегодня тушили пожар Для этого им пришлось облачиться в спецодежду, работать рукавом и подняться на высоту девятиэтажного дома 30 апреля пожарные спасатели отметят профессиональный праздник Сергей Хайдаров побывал сегодня в их рядах Если театр начинается с вешалки, то пожарно-спасательная операция с боевого стеллажа Именно здесь находится вся необходимая форма для пожарных И чтобы собраться у профессионалов, есть всего 20 секунд Посмотрим, за сколько с этим справится журналист Время пошло У меня, как вы видите, на все про все ушло 40 секунд И если на сбор пожарным дается 20 секунд, то на выезд 45 Ну что, все готовы? Поехали! В команде с журналистами пожарные отрабатывают учебный вызов Оказавшись на месте, быстро разворачиваем рукава и соединяем их с насосом Рукава подсоединены, это значит, что мы полностью готовы к тушению пожара И прямо сейчас моя задача ликвидировать очаг возгорания Эту роль сейчас играют фишки, которые мне нужно сбить из пожарного рукава Как видите, эта задача тяжелая, но выполнимая Пока журналисты пробуют себя в роли пожарного, я испробую себя в журналистике И я вам расскажу про коленчатый подъемник, который поднимается на высоту 50 метров И сейчас самоотверженно пожарный поднимется на высоту 17-этажного дома Сейчас вы это увидите Спасают не только на земле, но и в высоте А уж там, поверьте, тележку крана от ветра прилично потряхивает В таких условиях спасатели принимают пострадавших и проникают к очагу пожара через окно Надо сказать, что здесь на высоте эмоции просто зашкаливают И если для меня, журналисты, это большой стресс То для настоящих профессионалов это обычный день Вот скажите, часто у вас бывают такие высокие подъемы? Нет, не часто И слава богу, наверное Слава богу И пока там, на высоте, журналисты пытались быть пожарными Настоящие спасатели экстренно выехали на реальный вызов Оказавшись на земле, мы не забыли сделать фото на память Но и поздравить профессионалов с наступающим днем пожарной охраны Сергей Хайдаров, Данил Филатов, ТНВ, Казань Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112» Прямо сейчас о спорте и о погоде И до встречи в 21.30 Всего вам доброго Огромный ассортимент портьерных тканей Постоянное обновление коллекции Портьерный салон «Феерия» В 1987-м Казань «Орксинтез» создал внешнеторговую фирму Перешел на хозрасчет Теперь предприятие могло само продавать свою продукцию за рубеж И получать средства на покупку современного оборудования Казань «Орксинтез» начал работать в новых условиях рынка Казань «Орксинтез» – химия достижений Луковая муха лук повреждает Морковная муха портит морковь Карада вредителей уничтожает Карада защиту для грядок готовь Ищешь автомобиль? Автоцентр «Марка» отдает японский датсун за так Узнай подробности по телефону 4 пятерки, 3 семерки Добро пожаловать в семью Телекарда Смотри, не переплачивай Полная и достоверная информация о Республике Татарстан Информационное агентство «Татаринформ» В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи В клинике «Медел» уникальное лечение болей в спине и межпозвоночной грыжи Искать дальше себе дороже Если не «Сан», то в «Марке» В апреле 2 ТО в подарок Телефон в Казани 4 пятерки, 3 единицы Казанские ведомости Газета о Казани и Республике Газета для дома и вашей семьи Три разных индекса на любой вкус А еще подписчики Казанских ведомостей могут подать бесплатное объявление Кто против, я за Спешите видеть Московский цирк Юрия Никулина с новой программой «Браво» Акробаты, эквилибристы, дрессированные животные Добрый вечер, новости спорт на ТНВ в студии Алмазгофиадово В 15 лет стали чемпионками Европы Волейболистки школы Гамовой сотворили настоящую сенсацию в Болгарии Переиграв итальяна к финальном поединке, наши девушки взяли реванш за серебро прошлого года А по возрасту российские спортсменки были младше соперниц на два года Встреча команды с руководством клуба и республики началась с приятной новости Азгат Сафаров зачитал о распоряжении президента Татарстана Рустама Миниханова О присвоении главному тренеру команды звания заслуженный работник физической культуры По индивидуальным призам наши также вне конкуренции Приз самого ценного игрока достался Валерии Горбуновой Лучшая связующая Полина Матвеева на блоке равных не было Елизавете Кочуриной Теперь задача девушек успешно сдать экзамены в школе Титул европейских чемпионок не дает поблажек при учебе Нам было тяжело, но мы с этим как-то справились И вот, гордимся собой Были тяжелые времена, когда мы рассыпались Но мы смогли на финал собраться и быть единой командой Мы боролись за девочек, которые не смогли принять участие в игре И нам помог тренер И мы просто сделали это и отомстили за прошлый год В Казани стартовал чемпионат России по синхронному плаванию На протяжении трех дней участники турнира будут бороться за главные награды соревнований Первый день сенсации не преподнес Три золота из трех завоевала сборная Москвы Стоит отметить, из столицы на чемпионат России приехали сразу шесть команд Больше одной команды на турнир еще привезли Татарстан, Ростовская область и Санкт-Петербург Именно хозяева соревнований и гости из северной столицы составили компанию Представительницы команды Москвы на пьедестале Бронза на счету синхронистки сборной Татарстана Олеси Архиповой Второе место отвоевала спортсменка команды Санкт-Петербург-1 Карина Шайдулина К другим темам Татарстанский стрелок Екатерина Рабая остановилась в шаге от пьедестала почета на третьем этапе Кубка мира Турнир проходит в эти дни в корейском Чхангоне Рабая выступает в миксе на траншейном стенде в паре с Никитой Егоровым По итогам квалификации россияне поразили 143 мишени на двоих И показав второй результат вышли в финал Однако в решающем раунде удача была явно не на их стороне Разбив 26 тарелочек наши стрелки завершили соревнования четвертыми Завтра эстафету траншейников принимает круглый стенд На котором выступят сразу три татарстанских спортсмена Альбина Шакирова, Алина Фазалзянова и Николай Теплый И это все новости спорта к данной минуте Будьте здоровы и занимайтесь спортом До свидания Здравствуйте! Время новостей о погоде Спонсор выпуска и изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваши желания Успейте заказать в апреле со скидкой 20% Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166 Ну что ж, а теперь о погоде В республике стало теплее, но по-прежнему ожидаются осадки По данным сервиса Яндекс.Погода на юго-востоке республики Дождливая погода сохранится Температура воздуха составит плюс 12 градусов На северо-востоке Татарстана пасмурно дождь до плюс 11 На севере республики тоже пройдет дождь Там температура воздуха составит плюс 10 градусов На северо-западе облачно дождь и до плюс 12 На юго-западе республики ожидается переменная облачность Местами пройдут дожди, температура воздуха составит до 13 градусов тепла В центре Татарстана дождь и до 11 градусов выше 0 В последующие сутки в республике повсеместно пройдут ливневые дожди Спонсор выпуска ООО Челны Кировец предлагает услуги По капитальному и текущему ремонту тракторов Кировец Производит продажу тракторов К-700, К-701, безопасных частей к ним На предприятии Челны Кировец полностью переверут ваш трактор Заменят износившиеся узлы и агрегаты Предприятие Челны Кировец легендарному трактору вторую жизнь Катаракта? Пора забыть о ней навсегда Только сейчас лечение катаракты за 37 тысяч рублей Клиника Третий Глаз, 273-17-17 Старейшая частная офтальмологическая клиника Третий Глаз Приглашает всех желающих для проведения всесторонней диагностики И необходимого лечения с использованием новейших моделей Офтальмологического оборудования Вам всегда рады помочь Адрес Казани – Спортивная, 3 В Казани ожидается пасмурная погода, дождь и до 13 градусов тепла Ветер западный и порывистый Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба Влажность воздуха – 71% Магнитное поле Земли спокойное Это были все новости о погоде В студии была Маргарита Павлушина До свидания! Редактор субтитров А.Семкин